А обычно вот у нас есть эры в шаббат, в пятницу вечером, и потом большой, как бы общий шаббат, утром в субботу. И вот утром в субботу там собираются где-то примерно в пределах тысячи. А как бы по пятническим служениям, то есть вечером встреча шаббата, по домашним группам, вот там уже могут собраться и больше? Да, домашние группы у нас проходят и в четверг, и в пятницу, и в среду, а потом есть еще у нас отдельные клубы в разных районах Киева, это еще своя, я не буду сейчас углубляться, и есть еще один такой эры в шаббат, там в одном зале, это больше для новых верующих. То есть немного расскажите все-таки о вашей общине. Ну, знаете, такая обычная себе община, с кучей недостатков, община, с очень, мягко говоря, несовершенным раввином, пастыром, с, в общем, старейшинами, служителями, которые меня великодушно терпят, и, в общем, благодаря этому Бог их закаляет, чтобы принимать разнообразных евреев, не только евреев, но и русских, и украинцев, и других людей. И как-то все постепенно, знаете, как люди у нас притираются друг к другу, учатся, относиться друг к другу, как в Божьей семье, как в большой новозаветной еврейской семье, где всем рады, независимо от национальности, пола, возраста. Но, вы знаете, все время приходят новые люди, поэтому процесс продолжается. И хочу сказать, что не всем бывает все-таки такая, как некоторые говорят, странная община, она бывает подходящей. Некоторые люди уходят. В Киеве много хороших церквей. И мы с готовностью благословляем всех, кто хочет перейти в какую-то церковь, потому что мы понимаем, что еврейская новозаветная община, наверное, не для всех людей. Кому-то более привычно, более, может быть, радостно или более комфортно в другой церкви. А так мы себе живем и развиваемся, стараемся не замирать, стараемся не закостенеть, стараемся не выработать каких-то традиций, которые станут для нас неписанными законами. Не дай Бог. Стараемся быть такими, знаете, как здесь говорят, flexible. Не всегда получается, но такая нацеленность есть. — И все-таки я смелюсь сказать, у вас довольно высоко развито в общине музыкальное творчество. Как я смотрю, у вас очень много всяких музыкальных произведений. И в этом, значит, все-таки есть какой-то смысл. То есть вы в этом отношении тоже трудитесь, работаете, играете, поете, танцуете, во славу Бога. То есть это присуще нормальной еврейской общине, да? — Да, это для нас нормально с самого начала, и по сей день, думаю, что будет в будущем еще более нормально. Вот, для нас такой, знаете, один из текстов Писания, руководящих действием, это 125-й псалом. Когда освобождал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. И там дальше сказано, что язык был наш полон смеха в оригинале, цхок, и уста пения. — Да, а я верю, что это должно быть присуще всем детям Божьим, потому что Бог действительно обращает печаль нашу на радость. Друзья дорогие, я предлагаю вам музыкальную паузу, и мы вернемся к этой программе. Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу «Библейский взгляд». У микрофона Георгий Яковлев, а также с вами мессианский раввин Борис Саулович Грисенко из Украины, из города Киева, из еврейской общины, которая исповедует Иешуа как своего Господа и Спасителя. Друзья дорогие, вы можете звонить нам на студию, мы в программе, в прямом эфире. Телефон студии 482-40-12. 482-40-12, если у вас есть вопросы, пожалуйста. А если вы слушаете нас за пределами города Сакраменто, вы, пожалуйста, можете звонить и по бесплатному телефону. 1-800-828-28-24. Я повторяю телефон. 1-800-828-28-24. Итак, Борис Саулович, я верю, что у вас действительно библейский взгляд на рост общины. Ну, можно сказать, что по-другому вопрос я хотел бы задать. Давайте посмотрим через призму Ветхого Завета, иного Завета о служении еврейскому народу в деле его спасения. Что можно сказать на эту тему? Ну, вы знаете, на самом деле обычно, когда меня приглашают на какие-то конференции или какие-то библейские школы, люминяли, других наших служителей, то мы среди христиан мы стараемся говорить на основании Нового Завета. Почему? Потому что, к сожалению, слишком, слишком еще сильна теория замещения. Когда мы приводим местописание из Танаха, которое привычно, как бы, но не совсем правильно называют христиане Ветхим Заветом, то об Израиле, еврейском народе, то бывает так, что автоматическая реакция Да, это раньше относилось к евреям, но теперь это о церкви, особенно если что-то хорошее. Поэтому мы стараемся в основном основываться на Новом Завете. Но на самом деле Новый Завет пропитан буквально, пропитан еврейской темой и пропитан доказательствами непреложности избрания Израиля, вечного избрания. На самом деле, вечного избрания. И, кстати, единственное пророчество и обетование Нового Завета в Старом Завете, в Танахе, где как раз именно и употреблено это выражение, Новый Завет, на который потом ссылался сам Ишуа и апостол. Это знаменитая 31 глава Еремии, и, знаете, обычно цитируют ее в церквах, говорят, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с Домом Израиля, с Домом Ягуды Новый Завет. Стоп! С кем? С Домом Израиля. Ну, это символизирует церковь. Хорошо, ладно, церковь якобы символизирует. А кто тогда Дом Ягуды? Израиль церковь, а Дом Ягуды это кто? Ну, ладно. Дальше. Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывезти их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили. Стоп! Эта церковь нарушила тот завет? Бессмыслица. Ясно, что здесь говорится именно конкретно только, вот здесь говорится только о еврейском народе. Хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Это ключ. Даже когда практически почти весь Израиль отворачивался от Господа, систематически нарушал завет с ним, Господь оставался верен своему завету. Но, дальше он говорит, но вот завет, который я заключил, опять, с Домом Израилевым, после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность и на сердцах их напишу его. И Богом они будут моим народом, и уже не будут учить друг друга и так далее. Обычно, когда читают это пророчество, на 34 стихе заканчивается. Но, Бог не останавливается на этом. Тут продолжение. Следующий стих. Так говорит Господь, который дал солнце для освящения днем, уставы, луне, звездам для освящения ночью, которые возмущают море, так что волны его ревут. Господь Сабоов, имя Ему. «Если эти уставы перестанут действовать предо мной, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мной навсегда». Бог говорит, друзья, избрание Израиля так же верно, как законы, на которых установлена, утверждена Вселенная. «Так, говорит Господь, если небо может быть измерено вверху основания земли, исследованы внизу, то и я отвергну все племя Израилева за все то, что они делали, говорит Господь». Как бы Бог уже обращается не к евреям, а к тем, которые поверят в Бога Израиля, но посчитают, что евреи уже так, так именно провинились, что с ними покончено. Он говорит, друзья, если вы можете измерить небо вверху, все, вот все как есть, стоп, только в 20 веке ученые поизобретали такие телескопы, которые могут там заглянуть за галактики. Что? Что происходит? Решили, что дошли до конца галактики, измерили или там других галактик и так далее. Изобретают телескоп с большим разрешением, раздвигаются еще дальше, еще дальше границы Вселенной, невозможно измерить. Но дальше сказано, исследование основания земли внизу. Кто знает, что внутри, в глубине земли никто не знает до сих пор? Никто ничего не могут при всей современной науке и технике. И Бог, как бы зная это, зная, что вот в наши дни происходит, все эти потуги, науки, гордого человеческого разума, Он говорит, друзья, как у вас это не получается, так не получится убедить меня в том, что я должен отвергнуть Израиль. Представляете? И это твердое основание, в принципе, веры всех, кто верит в Новый Завет. Надо понимать, что в первую очередь это Новый Завет заключен навсегда с еврейским народом. И еврейский народ играет важную роль во всем новозаветнем домостроительстве. Чтобы нам по-настоящему раскрыть полноту благодати, нам необходимо согласиться и принять Божий план в отношении Израиля, но не просто теоретически. Ладно, мы решили, нехай Израиль будет Израилем, пусть уж раз так Бог хочет, пусть Он его любит где-то там, но это и Божье дело, а мы это не наши, ничего подобного. На самом деле, Римлянам 1.16 и другие стихи говорят о том, что если мы хотим успеха в благовестии к другим народам, нам не нужно стыдиться Божьего порядка благовестия. Во-первых, к Иудеям. Аминь. Да, действительно так. Так. Друзья, дорогие, у нас также поступил телефонный звонок, и мы сейчас примем, значит, этот звонок и продолжим нашу программу. Добрый вечер, мы слушаем вас, вы в эфире, мы слушаем вас. Добрый вечер. Я приветствую Бориса Сауловича здесь. Шалом. Я его знаю давно из Киева. Ух ты. И в эту церковь я пришла много-много лет тому, может, Борис Саулович вспомнит, меня привела Валя Сракасовского. Ух ты. И в этой церкви я пришла в себя, я воспрела духом, у меня началась новая жизнь. Ух ты. У меня дыхание жизни, дух святой, и я вот так вот стала жить другой жизнью, прекрасной, новой. Я посещала эту церковь, но была вот в Киеве года три тому, и не нашла, не было у меня адреса, а друзья все растерялись. Ух ты. Я приветствую его, я очень люблю его, я знаю эту церковь, вот я хотела это сказать. Ой, большое вам спасибо. Вы на всякий случай запишите, пожалуйста, телефон нашего офиса. Это 38, код Украины. 0... 38? 38, код Украины. 044, код Киева. И дальше. 4, 1, 2, 412. Так. 1, 4, 14, 8, 5. Последние две тысячи? 8, 5. И там вам все расскажут, и мы будем очень-очень рады снова с вами встретиться. Я тоже, я не знаю даже, как бы была рада, чтобы встретиться с этой церковью, с вами. Спасибо вам огромное. Большое спасибо и вам. Шалом, шалом. Шалом, шалом. Спасибо, спасибо. Значит, друзья, мы продолжаем нашу программу с Борисом Сауловичем Грисенко, и идем к следующему нашему шагу. Значит, что, Борис Саулович, довольно у нас благословенное, недавно было такое совместное служение, можно назвать не иначе, как праздник, а именно день служения, молитвы, день молитвы за Израиль, когда христиане, евангельские христиане, я имею в виду, с различных общин, конфессий, собрались вместе, чтобы молиться и благословлять Израиль. Это было действительно, я думаю, благословенным и памятным вечером, и очень приятным также в глазах Господа нашего. Но что можно все-таки сказать больше об отношениях и сотрудничестве между евангельскими общинами и мессианскими общинами, и вообще, каково оно должно быть? Вы знаете, интересным образом, как будто бы я вам рассказал кое-что, и вы как бы помогаете мне об этом сказать, а я вам ничего еще не говорил, и вы ничего не знаете об этом. На самом деле, в эту субботу, 3 марта, будет вторая международная молитва против антисемитизма и нацизма. Организовывают ее мессианские общины Украины, России. И в прошлом году эта инициатива первый раз проявилась, и, к нашему огромному удивлению, в общем-то, церкви и общины из 28 стран участвовали. Мы надеемся, что в этом году будет, как минимум, не меньше. Вот. И в эту же субботу встречаются епископы разных христианских динаминаций и конфессий, чтобы молиться в этом направлении, благословлять еврейские народы и Израиль, и противостоять вот этому, этой духовной, если так можно выразиться, агрессии против всех народов. Это тяжелая агрессия, тьмы против всех народов. Когда люди оказываются под давлением этого духа антисемитизма, ненависти к чужим, нацизма, это поражение для любого народа. И мы знаем, чем оно заканчивается. И в эту субботу ведущей этой встречи будет такой Григорий Иванович Комендант. Это, наверное, самый известный евангельский служитель бывшего Советского Союза и вообще Европой. Последний председатель Союза Баптистов СССР. Многолетний председатель Союза Баптистов Украины. Человек, который ряд лет возглавлял объединенный Союз Баптистов всей Европы. И сейчас председатель всеукраинского библейского общества. Он будет координировать эту встречу епископов и молитву. И хочу сказать, что каждый, кто примет в этом участие, не нужно никуда ехать, любая церковь, каждый христианин, который вот в эту субботу примет участие в этой молитве, вы сможете принять участие в большом Божьем начинании, которое разворачивается буквально на наших глазах. И это работает на единство всего тела Мессии во всех странах. Потому что вот этот момент отношения к евреям, если мы даже посмотрим 25 главу от Матфея, в конце времен он будет крайне важным в Божьих глазах. Это будет один из ключевых пунктов, по которым Бог будет судить народы согласно Евангелию. Так что я очень вам благодарен за этот вопрос. Буквально сейчас идет подготовка. 3 марта, то есть в эту субботу. В эту субботу. Еще раз повторите, о чем молитва, чтобы наши слушатели были конкретными и целенаправленными в молитве? Значит, это международная молитва, которая инициирована мессианскими общинами Украины и России. И такой молитвенной стеной Кавказа такая есть мессия. И направлена она конкретно, можно сказать, что это молитва такой в правильном смысле духовной войны, против антисемитизма и нацизма. Вы можете зайти на сайт Киевской еврейской мессианской общины или на межобщинный мессианский портал Yeshua.org Киевская мессианская община, можете набрать KEMO или Yeshua.org Это мессианский портал. Там подробная информация. Если вы передадите это своим пастырям или даже епископам, мы будем вам очень благодарны. Это не молитва, которая противопоставляет одних христиан другим. Это молитва, которая объединяет христиан в одном неформальном, неадминистративном, но духовном Божьем движении. И хочу сказать, что в этой молитве принимает, как вы уже поняли, участие мессианские общины, различные свободные церкви, Пятидесятнический союз, Баптистский союз Украины, Католическая церковь. И есть еще некоторые, но я не хочу их называть. Так что это интересное такое движение. Вообще, я думаю, что мои дорогие друзья радиослушатели просто должны отметить, и это не за горами, тем более в эту субботу, и быть участниками Божьего плана. Я верю, что это от Господа. Кстати, я бы хотел, если вы будете молиться, особенно если ваша церковь, или представители вашей церкви, и вы напишите какие-то свои впечатления, или то, что Дух Божий откроет вам, или какое-то развлечение, если вы пошлете нам, или на Ишуа Орг, мы будем, и организаторы этой молитвы из церквей разных, будут вам крайне признательны. Все это будет очень-очень ценно для тысяч верующих. Недавно я читал довольно интересную статью в одном из христианских журналов, американских журналов, о мессианском движении по всему миру, и оно включает в себя от 75 до 100 тысяч, значит, обращенных евреев в Ишуа, то есть, как мы говорим, Иисуса Христа. Вы, Борис Оулович, я, насколько я понимаю, немало ездите по миру, и посещаете в том числе и мессианские общины, и все-таки, как выглядит ситуация в мессианском движении, скажем, ну, по миру? Мы что-то знаем за Украину, как бы неплохо, в общем-то, в Израиле есть, а все-таки, если немножко дальше заглянуть? Ну, вы знаете, до сих пор по-прежнему основное количество мессианских евреев, мессианских общин разного рода в Америке. Это понятно. Но все люди, которые серьезно увлечены на это движение в Америке, они говорят, что практически уже с 80-х годов это движение особо не растет. Оно как бы остановилось на определенном уровне. но зато стало развиваться мессианское движение в некоторых других странах. Я слышал, хотя сам не был в Латинской Америке, особенно Аргентина, Бразилия. И я, конечно, постоянно бываю в Израиле, достаточно много знаю, общаюсь, начиная с интифады Алякса, с этой знаменитой интифады, которая в 2000 году началась осенью, начали постепенно евреи Израиля приоткрываться для Евангелия. С тех пор идет медленный, но практически постоянный рост вот этого движения. Он медленный, но он реальный. В основном этот рост идет за счет русскоязычных евреев. Это не хотели годы признавать, сейчас это признают все, без исключения. Именно как недавно говорил мне Том Гесс, в прошлом году он говорил мне и нашим старейшинам, говорил, что примерно в Израиле две трети членов всех общин это русскоговорящие евреи. И уже примерно около одной трети пастырей раввинов это русскоговорящие. Раньше членов общин было много русскоговорящих, а пастырей почти не было. Сейчас подтягивается. Вот. Что касается территории бывшего Советского Союза, то благодаря фестивалям Джонатана Берниса был большой всплеск в первой половине 90-х, где-то начиная с 93-го года, можно сказать, по 98-й. Но был такой реальный всплеск. Но потом как бы фестивали уже не продолжались, и нужно было заниматься реальным повседневным строительством. Вот те мессианские общины, которые занялись этим, не просто на какие-то праздники, какие-то мероприятия, на которые можно собрать немало людей. Мы, например, на осенние праздники, обычно на Рожжише, иногда на Шавовод, мы делаем в центре Киева, в большом амфитеатре, над Европейской площадью, под открытым небом, можно сказать, на главной туристической площадке Киева, над Днепром, мы делаем такие праздники, еврейские праздники, и там стабильно, последние три года собирается порядка трех тысяч человек, самых разных людей, и я говорю тех, которые сидят там, вокруг еще ходит много, но тех, которые сидят там, но это не показатель, мы можем, знаете, количеством людей, которые приходят на праздник, утешать себя и рассказывать спонсорам, кстати, мы не зависим ни от каких спонсоров, слава Богу, мы не должны ничего преувеличивать и какие-то пузыри пускать, но реально это повседневное общинное строительство, те, которые занялись этим строительством и действуют в этом роде, они достигали и достигают постепенного, не броского, негромкого, но реального успеха, вот таких медленно растущих плодов. Те, которые хотели быстро кого-то впечатлить, обычно стухают и многие из них стухли. Сейчас сформировалось такое, знаете, общение мессианских общин и еврейских общин, которые под покровительством ряда церквей, Украины, Белоруссии, некоторых частей России, Молдовы, Латвии. Постепенно к нам присоединяются кое-какие общины из Восточной Европы, из Германии. Вот, и из Израиля, конечно, но с Израилем это постоянно. Вот, и это общение, вы знаете, оно очень полезно. В этом общении мы видим, как Бог работает со всеми нами, как Бог обогащает всех через каждого. И это неформальное общение. В 98-м году некоторые представители американских мессианских общин предлагали мне зарегистрировать новый союз. И я отказался. До сих пор у нас нету никакого регистрации, такой отдельного союза, могучего, который мы могли бы показать кому-то. Мы не хотим этого формализма, мы не хотим опять-таки перейти границу, где семейное общение начинает превращаться в административно-финансовую корпорацию и средства для адвотайзинга. Мы не хотим этого принципиально. Но именно за счет того, что это такое неформальное семейное общение, оно очень обогащает всех участников и дает возможность расти многим из нас. Борис себя относится к светским евреям. То есть не верят ни Бога, не исповедуют Иешуа как своего Господа, Спасителя. И тем не менее душа человеческая, она жаждет чего-то. Вот что вы бы хотели сказать вот таковым евреям? Вы знаете, я неоднократно общался и с своими родственниками еврейскими. У меня только еврейские родственники остались. Сейчас по жене у меня появились не только еврейские. Так получалось, у меня только еврейские родственники и все за пределами Украины. Общался я со многими русскими украинцами. И вы знаете, светскими, что роднит и тех и других. И те и другие живут по своим собственным понятиям. Живут как хотят. у каждого своя правда, свои принципы. И очень многие именно этим гордятся, что у них своя правда, свои принципы, свои понятия о том, что черное, что белое, что серенькое, что в крапинку. При этом, как только речь заходит о каких-то вопросах, относящихся к Богу, религиозных или духовных. Очень многие светские евреи начинают ссылаться на мнение разных раввинов. А русские украинцы, там, другие славяне, начинают ссылаться на мнение священников. и я умилялся, когда мне некоторые евреи, которые живут ну, совершенно просто потерянной жизнью, грешат как хотят, вытворяют, что хотят, но у них свои понятия, они говорят, вот мы эту черту не переступаем. И они думают, что таким образом они страшно полистили Богу. Они вдруг начинают обличать евреев, верующих в Ишуа. Как же так? Вы отошли от веры от отцов, от веры отцов. Что-то обычно вера матерей не звучит, но так в основном вера отцов. Вот, что достаточно нелогично. особенно для еврейских семей. Вы отошли от вы предали нашу веру. И смотришь на человека, он вообще не то, что он там не является адептом какого-то из 20 с чем-то направлений иудаизма. Он вообще в Бога как такового не верит. Он допускает, что где-то что-то есть. Но он говорит нашу веру. Тут вдруг он становится точно так же я помню разговор с одним представителем православной церкви, который начал меня стыдить и говорить, как же вы можете так? Вы изменили вере отцов. Вы вере отцов изменили. вы же должны быть верным чадом православной церкви. Я говорю, вы имеете ввиду синагоги? Он его всего передел и говорит, что вы говорите? Я говорю, у меня отец еврей, один из моих прадедов, знаменитый раввин. Он настолько перепугался, что убежал. Он просто не знал, что говорить. Одни и те же аргументы. Одни и те же аргументы. я спрашиваю людей, которые живут как хотят, но при этом им кажется, что они знают, как должны верить в Бога те люди, которые все-таки в Бога верят. Я спрашиваю, задаю обычно один и тот же вопрос. Дорогие, если вы так уверены в правоте раввинов или православных батюшек, почему вы не подчините им всю свою жизнь? Почему вы не перестанете жить, как вы живете до сих пор, если они настолько для вас непререкаемый авторитет? Если это так, почему вы не подчинитесь им полностью и не станете их стопроцентными учениками? На это обычно внятного ответа я не получаю. И, конечно, понятно, что на самом деле это игра, это самоутешение, когда человек плевать на все это хотел, но у него появляется чувство превосходства, по крайней мере над теми евреями, которые уверовали в Ишуа, он вообще не верующий в Бога, он чувствует себя больше евреем, чем вот эти мишумады, понимаешь, потому что они верят в Ишуа, а он с точки зрения раввина, он никого не предал, он просто издевается над всеми божьими заповедями всей своей нормальной жизнью, но Бога он не предает, потому что раввины, которым это выгодно, сказали ему, написали, что у тебя будет удел вечной жизни, там в предисловии каждой главе Перкея вот поучение отцов, если ты только не поверишь вне нашего Бога, или точно так же русские, очень многие украинцы, которые вообще не знают канонов православной церкви, как только они узнают, что какой-то славянин стал верующим евангельской общины, они чувствуют свое превосходство над ним, потому что сразу он для них сектант, им приятно, потому что батюшки тоже в борьбе с конкуренцией, уговаривают их, ладно, там ничего страшного, раз, два раза в году зайдешь, там что-то освятишь, лишь бы не пошел в секту, вот, и здесь просто я бы очень хотел, чтобы каждый, каждый из светских евреев или светских славян задумался над этим внутренним противоречием и как говорил Ильягу народу Израиля долго ли вам хромать на оба колена? Если на самом деле Библия это слово Божье, ознакомьтесь с ней и начните верить в Бога, как написано в Слове Божьем, а не во всевозможных сотнях томов различных толкований преданий и традиций. Если же нет, то не будьте лицемерами, уже не судите никого, кто в этом разобрался, немножко лучше вас. Спасибо вам. Ну и в заключении Борис Аулович, я хотел бы, чтобы вы дали ваше пожелание всем нашим слушателям, абсолютно всем, что у вас на сердце, люди у нас очень добрые, терпеливые, благословенные и с радостью прослушали нашу программу и я думаю и их благословим Словом Божьим. Ну, вы знаете, хорошо, всем, кто выдержал, выдержал, больше не наш диалог, а мои монологи, я просто передаю пожелания дальнейшего здоровья и укрепления долготерпения. вот, но вы знаете, я думаю, то, с чего началась передача, когда вы говорили о страхе Божьем, о боящемся Бога, это очень важно для американских верующих, потому что именно в Америке, где всего много, среди определенных слоев верующих, христиан особенно, и евреев, принадлежащих различным толкам иудаизма, растет тенденция такого, знаете, такой облегченной веры в Бога. Очень важно, чтобы мы понимали, что Бог любит нас, безусловной любовью, это так, это факт, но очень многие, кто говорят о безусловной любви, как бы забывают, что принять, утверждаться и возрастать в этой любви мы можем только на Божьих условиях. И это незыблемые библейские основания и эти условия Бог не изменяет. Поэтому я очень хотел бы вам пожелать никогда не потерять страха Божьего, если он у вас есть, а только возрастать в нем. любовь Божья и страх Божий, это противоположные понятия, то разобраться с этим и обязательно прийти к гармоническому единству, к их шалому, который значит не только мир, но полнота, цельность и гармония в Духе Святом. И в этом плане я напоминаю то, что Ишуа, то, что наш царь, царь Израиля, царь всех людей, наш брат, наш спаситель и друг говорил, это например в Евангелии от Луки 13 главы 23 стиха, некто сказал ему, «Господи, неужели мало спасающихся?» Он же сказал им «Подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Многие, послушайте, здесь говорится, многие будут искать войти и не смогут. Это серьезное предупреждение. Здесь не говорится о тех, кому вообще на все наплевать, здесь говорится о тех, которые будут искать и почему-то не смогут. И для меня вопрос очень важный, чтобы вот эта гармония любви Божьей, страха Божьего, чтобы она стала нормой в теле Мессии. И я для себя когда-то тут отметил, как свой собственный небольшой комментарий к этому стиху известному. Почему будут искать и не смогут? Одна причина, потому что слишком тучные, стали слишком широкие, расширились, захотели быть и с Богом и пользоваться этим миром, захотели и в Царстве Божьем утверждаться и в этом миру быть значащими и весомыми, тучные, широкие не смогли, не смогли влезть в узкие ворота. или потому, что искали не там и нашли религиозные слишком широкие ворота. И найдя эти удобные широкие ворота, уже не искали и отвернулись от узких. И вот мне очень бы хотелось, чтобы я и вы все дети Божьи никогда не попали ни в первую, ни во вторую категорию. И чтобы по милости Божьей мы такие нашли и прошли сквозь узкие ворота. Это мое пожелание. Спасибо большое. Спасибо вам, Борис Саулович Грисенко, который был с нами сегодня в этот вечер с нами в студии в этой программе «Библейский взгляд». А я также Георгий Яковлев с вами, дорогие друзья, прощаюсь и желаю в свою очередь вам будьте благословены. Всех благ вам, до свидания. Шелом. Шелом. Малехем Малехем Малехе Асарет Малехе Элион. Малехем 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok